Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео, это видео с обзором на новую коллекцию от BT21, BTS, в коллаборации с Colourpop. Но перед этим... Я не просто так стою в Панамке, я не сошла с ума. Дело в том, что меня очень неудачно подстригли, а в этом видео, которое вы будете видеть меня дальше, оно снималось, ну, типа, до того, как меня подстригли, поэтому сейчас я буду в нормальном образе, а здоровой с вами в Панаме. Потому что некто, не будем показывать, конечно же, на него пальцем, забыл нажать на кнопку записи, когда снимал начало и вступление к этому видео. Это настолько плохо, что я реально... Давайте посмотрим отзывы моих друзей на стрижку. Самое главное, что ты в школе не учишься, и никто, чем ворить тебе не будет. Лиза, господи, не плачь, все можно исправить. Я ва... Давайте посмотрим отзывы людей из Телеграма, которые на меня подписаны, куда я выкладывала фотографию, как меня сейчас подстригли. Я уже обрадалась, поэтому сейчас я просто ржу, хожу в Панаме. Пользуясь лучшим сегодня, прям вот сегодня я уже улетела в Корею. Ну, это просто ужасно, ладно. Хорошего вам просмотра видео, если вы хотите видеть мою стрижку и смотреть всякие видосики из Кореи, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, потому что туда я буду выкладывать все. Если что, я всего на две недели лечу, поэтому подписываться позднее нет никакого смысла, ибо контент из Кореи уже будет снят в Телеграм. Примерно в этом июле вышла косметика BT21 коллаборацией с Colourpop. Что для меня было очень неожиданно, это то, что я эту косметику увидела случайно, то есть не было никакого инфоповода, даже особо видосиков на Ютубе другие иностранные блогеры не выкладывали. Было очень непонятно, но когда я зашла на сайт просто, чтобы купить себе там косметику, потому что у меня знакомая уезжала, что привезла мне, я офигела, когда я увидела эту коллабу. Это не первая коллаборация BT21 или BTS с каким-то любым другим косметическим брендом, у них были корейские коллаборации, и в этот раз нас ожидает коллаборация с американским брендом. Посмотрим, что, в общем-то, это себя представляет. И что для меня было очень странно, я смогла купить все, то есть я купила все предметы из этой коллабы, просто все. Вот так вот выглядит сама коллаборация. Здесь у нас, получается, есть три оттенка помад, потом целая куча по каждому маскоту, по каждому персонажу теней, которые также можно использовать как хайлайдеры или как румяшечки. Упаковка действительно очень очаровательна, я надеюсь, что то, что будет внутри, будет выглядеть не менее очаровательно, будет обидно, если там будет, знаете, обычная какая-нибудь упаковка. Розового цвета, без всего, буду расстроена. Огромная просто палетка теней, она реально гигантская, здесь написано название оттенков, и можно посчитать, сколько внутри будет теней. К сожалению, у вот этой вот продукции, у этой коллаборации вообще нет никаких кремовых вещей, то есть ничего нет для тона, и в целом невозможно купить, поэтому подумала, решила, почему бы не показать вам еще раз, возможно, тут смотрит мне тот первый раз, вот это вот великолепие. Это первая коллаборация BT21 с косметическим брендом, эту коллаборацию уже нельзя купить, это было 2 или 3, боже, как это давно было, годы назад. А впрочем, ничего нового. И просто зацените, это реально одна из моих самых любимых косметики, она осталась у меня еще с тех времен. Естественно, очень многие вещи я уже давно использовала, а многие другие вещи я оставила себе просто как напоминание, потому что эта косметика имеет для меня огромную ценность, я ее очень люблю, она... Короче, да. Когда я увидела, что вышла новая косметика, которую мы будем делать сегодня с вами, и обозревать, потому что про эту особо я говорить даже ничего не хочу, ибо про нее уже было сказано, ну, очень-очень много. Я, честно говоря, офигела, потому что, во-первых, я помню, как я пыталась Colourpop заказать косметику Sailor Moon, это тоже еще было, бог знает, когда, когда у них была коллаборация, сказать, это было нереально. Вообще, мы на тот момент находились в Таиланде, и мы специально ставили будильники, чтобы, ну, получилось заказать, но как-то у них просто свист сайт, потому что была какая-то нереальная история, была по росту, невозможный ажиотаж, а потом, как бы, мы отстояли в эту виртуальную очередь, здесь миллионные попытки зашли на сайт в 4 утра, и было написано, ухояу ничан только для Америки, и мы такие, ну, ладно, ну, конечно, ничего удивительного, какой-то Айланд, если там Америка, это было, если что, тоже год-два назад, когда у них там был запуск Sailor Moon. Ну, и вот, короче... Невозможно не задавать этот вопрос. BTS или Stray Kids? Добавим немного контуринга. Немножко хайлайтера. Кстати, вы знаете, прошло уже много лет, у меня уже, скажем так, и вкусы косметики, и навыки обращения с косметикой очень сильно улучшились, увеличились, и я стала более, скажем так, человеком избирательным. Но все еще хочу сказать, что косметика BT21, которую я пользовалась вот тогда, и которую я до сих пор пользуюсь сейчас, одна из лучших. Кстати, показателем хорошим служит тот факт, что у меня практически все мои, ну, косметические средства, которые мне подходили по цветам, закончены. То есть у меня не осталось ни одного кушона из коллекции, у меня не осталось ни одного консилера из коллекции, и он даже их просто не могу показать, потому что их тупо нету. Только что с моей подругой мы были в Третьяковской галерее, и, боже мой, там столько потрясающих картин. Блин, вот бы на эти картины можно было смотреть постоянно. Красивые. А знаете что? Вот что у меня есть. Это, кстати, картина с выставки из Третьяковской галереи «Девочка с персиками». И теперь точно такая же есть на карте Тинькофф Блэк. Посмотрите, какая она прекрасная. Такую карту нужно иметь всем. И если вы оформите эту карту по ссылке, которую оставляем вам в описании до 16 октября, вы получите ее бесплатное обслуживание навсегда. Конечно же, это не все. До 15% кэшбэка на выбранные 4 категории трав, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка на покупки у партнеров. И список, кстати, постоянно пополняется и обновляется. Доход до 6% годовых на остаток по карте ежемесячно. И кэшбэк приходит настоящими рублями, а не бонусами. А еще доступны бесплатные переводы с карты на карту, а также по номеру телефона и через СБП. Ну и наличные можно снимать в банкоматах. Обязательно переходите по ссылочке в описании и не забудьте оформить эту карту, потому что они просто потрясающие. У них очень крутые дизайны, зацените посылки. И обязательно оформляйте до 16-го числа, чтобы получить бесплатное обслуживание навсегда. А теперь приступим к обзору новинок BT21. Я думаю, начнем распаковку с самого интересного, с самой большой палетки. Так. Посмотрите, как красиво это выглядит. Это же просто балдеж. Значит, у нас здесь преимущественно холодная гамма, несмотря на то, что есть пара теплых оттенков. Далее были вот такие вот три помады. Упаковки выглядят абсолютно одинаково у них. Ну, давайте посмотрим в хаотичном порядке. Первый оттенок, который сейчас встали, называется Across the Galaxy. Вокруг света, ну, грубо говоря. И в моей помаде какая-то какашка. Вон там вот, видите, что-то внутри плавает. Я надеюсь, это не таракан, потому что я такого не прощу никому никогда. Что это? Блин, я не понимаю, что это. Что за хрень? Какашка-то где? Так, блэд, она застряла там. Ладно. Запах вроде нормальный. Надеюсь, это просто какой-то пигмент. Абсолютно бесцветная штука. Она не выглядит желтой. Поэтому, ладно, посмотрим потом, когда будет смотреться на губах. Сейчас слишком рано делать какие-то выводы, но какашка меня смутила. Следующий оттенок у нас называется, как он называется? Mighty Squat. Очень красивый цвет был в тюбике. Единственное, что хочу отметить, не знаю, как вам, но по мне упаковка, конечно, очень скучная. Особенно на фоне прошлой коллаборации, которую я вам показывала, когда я накладывала тон, это прям как-то вообще максимально мне не очень. Я бы хотела, может быть, конечно, и не их лица, но хотя бы, я не знаю, вот здесь вот принт BT21 персонажа, потому что мы сейчас здесь просто какие-то очки, какой-то мячик. Зачем мне это? Мне это не надо. Я покупаю эту косметику ради зайца или ради сердечка, псины, кого угодно, но не ради очков, что за бред. Значит, дальше у нас, ага, вообще вот такая вот практически матовая помада. Она из-за того, что тебе глянцево очень отсвечивает, но вот здесь прям вижу по консистенции такого плана оттеночек. Ладно. Я недовольна упаковкой, честно скажу, я немножко расстроилась, потому что я бы хотела все-таки, чтобы это выглядело вот так. Ладно, давайте посмотрим дальше. Далее вот такие вот штукенцы. Давайте с вами посмотрим, здесь у нас румяна, хайлайтеры, короче, многофункциональная вещь. Всего данных средств 7 штук по количеству участников, BTS и участников BT21, и каждый цвет соответствует определенному персонажу. Начнем с альпаки, посмотрим, что там. И, ну, конечно, упаковка могла быть честно и получше, но в целом всяко лучше, чем помады. Что у нас по цвету? Очень странный выбор для альпаки, потому что здесь, да, красивый принт, это похоже на небеса закатные, но какое отношение это имеет вообще хоть к чему-нибудь, хоть к вайбу, хоть к цветам, я не знаю. Джин у меня сейчас не супер ассоциируется с каким-то таким вайбом, но, возможно, это дело вкуса, и они просто запихнули. Не понятно, почему упаковка красная, если внутри все голубое-золотое, я не понимаю. Ладно, дальше у нас пошел Тата, здесь должно быть все достаточно очевидно, если там будут не красные, я удивлюсь. И да, какой оттенок? Ладно, они красные. Окей, здесь хотя бы хоть что-то понятно, это действительно выполнено на цветах персонажа, здесь есть красный, здесь есть синий и немножко типа такого белого-золотистого. Тата не подкачал Куки, но если здесь будет не розовый, я, конечно, офигею. Да, и здесь розовое золото, вообще отличные румяна у нас будут, румяна с хайлайтером, очень красивый цвет, если честно. Вот это пока что мой абсолютный фаворит, безумно-безумно красиво выглядит. Обязательно воспользуюсь, Куки, конечно, класс. Кстати, пользуюсь случаем, пока мы все открываем. А кто ваш Бьес из BTS? А кто ваш любимый персонаж из BTS? Помните, всегда раньше, когда снимались такие видео, обязательно было задавать такие вопросы. Хорошие были времена, честно, прям хорошие. Итак, дальше у нас Куки. Ой, господи, Куки, Шуки, простите, пожалуйста. В целом, да, это похоже на эту печеньку, конечно. Коричневый цвет, достаточно уважаемый. Чимми, мой абсолютный EBS из BT21. Давай, не подкачай меня, почему ты зеленый, почему ты зеленый, почему ты не желто-оранжевый? Желто-зеленый, не знаю, может быть, я чего-то не знаю, но вот здесь, мне кажется, достаточно странный выбор цветов, честно. Желто-зеленый, ну, желто-зеленый. Я не переставалась уж в BTS и любить, ох. Ну, Койя у нас сиреневый. Честно, неожиданно, хотя... Стоп, а где манг? Манг должен быть сиреневый, а что, манга нет? Подождите. Есть вопросы, потому что это прям чисто сиреневый оттенок. Смотрите, как красиво, пипец, просто он аж блестит, отражает. Но, why? Ну, почему тут нет голубого? А там вообще были голубые? Нет, там не было голубых. Почему? Я заказывала всю коллекцию. А где манг? А, а манга нет. А не вообще, а он есть? Сейчас, подождите, надо загуб... А, все, ладно, нашла, он просто упал. Ладно. И, в принципе, вы знаете, вот я сказала, что нет голубого, но теперь он есть, поэтому все встало на свои места. Ладно, я довольна. Немножко побузили, но все-таки раньше был лучше, как бы мы не будем прежними, если что это текст из моей новой песни. Класс, класс. Достойно, достойно. Я хочу делать легкий пастельный макияж, знаете, такой, как будто бы полупрозрачный, поэтому в самом начале как раз вот я буду использовать белую подложку, нанесу ее на все мое верхнее веко, и, конечно же, я думаю, вы сами все видите прям сразу сходу. Прям сразу сходу. Ну, несмотря на это. Это очень-очень-очень хороший белый цвет. Блин, кстати, я вообще безумно рада, как минимум ради этого цвета уже стояла покупать эту палетку, потому что у меня нету белых теней. Нормально белых теней. Помню те самые ощущения, когда я впервые пробовала косметику BTS, я безумно боялась, что она будет отстойной, потому что мне было бы очень тяжело говорить о том, что косметика мне не нравится, но пришлось бы быть честной, я реально боялась. А сейчас я как-то уже поспокойнее ко всему этому отношусь, если мне реально бы не понравилось, я бы уже не переживала. Было бы, конечно, неприятно говорить, что фу, но это было бы как-то личное разочарование, но в целом сказала бы, вы же меня знаете. Все, ставим лайк автоматом, поехали дальше. Кстати, ребятки, поставьте, пожалуйста, лайк. Это было бы здорово. А еще, если вы вдруг не подписаны до сих пор на мой канал, почему? Я бы очень хотела до конца этого года добить 3 миллиона, мне осталось всего ничего, и я очень надеюсь, что вы сможете мне помочь с этим заданием, потому что для меня это безумно важно. Дальше, естественно, я не могу себе представить макияж от косметики BTS с сиреневым цветом, не используя сиреневый, поэтому возьмем, конечно же, его. И нанесем, нанесем, наверное, на внутренний угол от глаза. Ага, это именно тот эффект, который я хотела, чтобы был вот этот вот легкий, очень пастельный, сиреневый, и потом впоследствии голубо-розовый оттеночек. Очень красиво выглядит. Он прям, несмотря на то, что я кладу его на белую базу, достаточно яркий, и это прям круто. Надеюсь, вы разделяете мои эмоции, потому что я реально просто довольна. Как вам? Оцениваем, девочки-мальчики. Дальше я возьму вот этот вот розовый, как раз отлично получится для перехода, и нанесу его в центр века. И следующий цвет, который мы будем делать, это вообще в идеале должен был быть голубой, но я поняла, что у меня синий вместо голубого, и он, конечно же, супер-мега-яркий, потому что вообще он выглядит вот так. Но надеюсь, что я сейчас возьму еще больше белой подложки, положу вот так вот, на нее нанесу синий, он превратится в голубой. Потому что белый плюс синий равно голубой. Голубого много мне не надо. Добавим вот так вот и... Ну да, он прям сильный, конечно, голубой, но ладно. Вроде справилась, и теперь чуть-чуть подтушуем в такую легкую-легкую дымку. Естественно, на нижнем веке они сделают мешочки. Мне кажется, это просто отвратительная идея, поэтому мешочки я буду делать. Так, сразу беру белые тени. Очень легко их наношу, чтобы не было такого, как будто мы прям специально сидели тут и пытались что-то отбелить. Так не надо делать. Ну, немножко, чтобы просто вот эти вот зоны были светлее. Кстати, у меня есть подруга, она говорит, что у нее вообще никогда не получается делать мешочки под глазами. Для меня делать мешочки, которые видно, очень легко, поэтому, пользуясь случаем, я покажу сейчас ей наглядно и вам заодно, что я делаю. Наносим светлые тени прям до линии, видите, вот этой вот штуки, то есть прям на нее мы наносим. Мы не останавливаемся вот здесь, мы останавливаемся прям вот здесь, то есть прям вот эту вот полоску сами прорисовываете. Вот сюда вот, видите, я прям по линии тени рисую. Это очень важно, потому что впоследствии нам нужно будет все это в одну кучу смешать. Беру абсолютно любую кисть, главное, чтобы она была чистая, беру оттенок. В данном случае я буду для контуринга использовать вот этот вот, мне кажется, он хорошо подойдет. И наношу не на вот эту вот складку, видите, не на вот эту вот тень, которая появляется, а под ней, вот сюда. И таким образом получается, что я выделяю вот этот вот мешочек и тень наношу под глаз, не на нее. Если вы будете рисовать сюда, то у вас, как у моей подруги, вечная будет грязь и не будет понимания, почему у нее ничего не получается. Если же вы будете делать, как я вам показываю, все, у вас будет класс. Смочу кисть и попробую нарисовать мягкую стрелку. Кстати, вот этот вот цвет, который графитовый, который находится в палетке, мне кажется, очень подходящим как раз-таки для стрелочек в корейском стиле. А сейчас посмотрим, насколько это реально рисовать мокрыми и сене. Да, это более чем реально. Смотрите, какая яркая получается стрелочка. И нарисуем. Очень круто. Мне нравится и цвет, берем то, что нужно. Не черный, а такой более нейтральный. Красиво-красиво. Пока что получается так. Конечно, сейчас макияж выглядит каким-то незаконченным. И как будто бы с ним что-то не так, но все так. И следующим этапом, блин, даже не знаю, какой цвет мне выбрать, сиреневый или розовый. Наверное, все-таки будем брать сиреневый, потому что в этом как бы весь смысл. И сейчас я буду весь этот макияж при помощи вот этого шинера соединять в одну кучу. Я набираю его на палец и прямо на все места стыков вот так вот осторожно наношу. Здесь главное не перекрыть градиент, который у нас все-таки как-никак наимеется. Но при этом наложить тени, чтобы все поблескивало. Так. Очень красиво получается. И блеск такой прям прикольный. Мы этот хайлайтер еще используем для остальных частей лица. Теперь опять возвращаемся к этой супер-палетке. Сейчас я пойму, какие блески мне подходят больше всего. Вот такого плана крупные. Вот такого плана помельче. Вообще вот такие вот шиммерные. Эти нам точно понадобятся. Но для моего эффекта, который я хочу, я буду использовать мягкую тонкую кисть, которую я рисую обычно стрелки, если я рисую их тенями. И сейчас я буду прям вот так вот выкладывать вот эти сияшки вот сюда. Так, чтобы они выглядели просто как беленькие точки, когда включится вспышка. Знаете, вот этот вот сейчас очень популярный эффект в азиатском макияже. Надеюсь, что при помощи этой штуки получится его добиться. Чтобы добиться такого макияжа, вы должны понимать, что это в любом случае нужно снимать под вспышкой со светом, потому что иначе этого не будет видно. Я накрасила ресницы и сразу все выглядит вообще иначе, сильно лучше, как мне кажется. Теперь давайте возьмем и приступим с вами к румянам. Я очень с большим нетерпением хочу попробовать эти вот румяных хайлайтеров. Вообще эта штука заявлена не как румяна, не как тень, это просто какая-то прямообразная субстанция, которую вы можете наносить, как душа ваша хочет. И эта прямообразная субстанция получает на меня невероятный лайк, потому что эта текстура и этот цвет это просто что-то запредельно крутое. Это выглядит как будто бы, знаете, вот такой вот эффект, который артеры часто используют в своих рисунках. Немножко золотца, немножко розовинки, и это просто потрясающий цвет. Боже, я очень надеюсь, что вам камера достаточно передает, потому что этот цвет достаточно нежный. Обычно у меня все-таки более яркие макияжи, даже сиреневый макияж я бы делала совершенно иначе, но это просто класс. Да, это то, чему стоит ставить лайк. Ну, я даже над губой сделала, вот эту вот зону выделю. Потому что она очень красивая. Смотрите, вот, кстати, даже на губы прикольно наносить красивый цвет. Чтобы связать оттенки в одну кучу, я возьму еще вот такой вот внезапно синеватый вот этот вот оттенок, который я использовала для глаз. И нанесу его прямо на линию румян. Да, мы уже вышли за пределы корейского классического макияжа, но мне же главные цвета протестировать и понять, как это все будет смотреться. Не так ли? Поэтому, я думаю, мы можем позволить себе такую вольность. Что ж, переходим к губам. Здесь все достаточно просто. Я думаю, у нас будет воспользуемся вот этим вот цветом. Конечно, этот цвет оттенокеша вообще никак не подходит, хотя цвет сам по себе красивый. Но он прямо настолько не от этой палетки теней, что, кстати, наверное, немножко странный выбор. Ну, в целом, блеск как блеск. В очень корейском стиле. Вот такие фотографии, я думаю, бы все видели. Попробуем сверху покрыть его красненьким. Может, это спасет ситуацию. И да, это немного спасет ситуацию, хотя я не скажу, что сделала сильно лучше. Ну, насчет помад ничего не могу сказать. Обычные помады на моем канале, когда я делала проверки, это всегда самые удачные вещи. Потому что, ну, достаточно тяжело испортить помаду. Но здесь, над помадами, ну, знаете, я не знаю, как это объяснить, но чувствуется, что они парились. Ну, типа, отдушки никакой нету. Цвета абсолютно не подходящие палетку теней. Ну, то есть, типа, из серии. Вы не с одним из этих оттенков, вообще вот не с одним, вот это не смиксуете. Ну, просто потому, что они не подходят друг другу. Они просто проразные. Ну, про желтый блеск мне вообще нечего говорить. Ну, раз уж эти от 100 и 200 и 300, они все равно сюда не подходят. Но нам желтый блеск. Я не пробовала до этого помады Colorful, никогда только в олитке теней. Но запах, конечно, такой себе. Ну, вообще, могли бы уже запахом поприкольнее постараться. Я не поняла прикол, в каком месте он желтый. Он вообще желтый. Ну, да, он такой легкий желтинку дает, но... А, я не знаю, что я поняла. Зачем это нужно? Короче говоря, как-то так. Всему, кроме помады, я, в принципе, ставлю высокий балл. Жалко, что косметики немного. Хотелось бы, чтобы ее было больше. Ну, хотя бы, я не знаю. Кстати говоря... Еще, кстати, я снимаю это видео сильно позднее, чем обзор. Как видите, я почти не пользовалась этим средством. То есть, я его использовала только для обзора, а потом брала. И посмотрите, короче, на качество материала. Видите, все уже потрескано. Вся вот эта вот серебряная штука, она просто снимается. Я не понимаю прикола, как так вышло, потому что, ну... Ну, от Colorful, честно говоря, ожидается лучшего качества. Тем более, в такой коллаборации. И просто посмотрите, как некачественно выглядит принт. То есть, он нанесен очень небрежно и очень неаккуратно. Давайте за сравнение возьмем старую помаду. Я понимаю, что не очень корректно сравнивать, потому что вообще бассонный выпуск формат другой. Но вот этой вот косметике уже три года, даже больше, сколько там, четыре прошло, она в идеальном состоянии. Ни один глаз, ничего просто не стерлось даже близко. Хотя я этим пользовалась. Там уже упаковки пустые. Просто жалко выбрасывать. Короче, кринж. А помады просто полный отстой. Вот не рекомендую деньги на ветер, если вы каким-то образом сможете себе это заказать или хотите. Вот этого прям нет. Все остальное, да. Я решила посмотреть, как будет выглядеть макияж. Немного, если добавят цвета. И в целом, да, это выглядит симпатично. Я думаю, что если бы я просто делала фотки на камеру со вспышкой, чего мне не хватило мозгов, было бы еще лучше. А так класс. Всех люблю. Всех целую. Надеюсь, мы с вами не прощаемся. И вы бежите пересмотреть мое старое видео с обзором на первый выпуск косметики MPT21. Субтитры создавал DimaTorzok